И сегодня мы с вами закончим этап цивилизации. Знаете, чё я предлагаю? Я предлагаю сейчас разобраться с оранжевыми, но немирным путём. Мы сейчас обрушим на них ракеты. Давайте, атакуйте. Захват. Всё, полетели ракеты в оранжевых. Заиграла сирена у них. Ооооу. Мы жилой дом бомбим. Слушайте, если религия, она захватывает целый город, то боевой техникой мы можем разбомбить какое-то конкретное здание. Оу, как тут все бомбануло. Давайте, кстати, попробуем на военной базе построить военные летательные аппараты. Что у нас здесь есть? Ого, амфибия, какая мощная. Сразу на нее прям глаз упал. Есть у нас амфибия. Вообще, давайте смотреть по характеристикам. Мне важна вот эта вот часть. Это сколько урона они будут наносить. В данном случае амфибия 17 дамага наносит. Здесь у нас битва осов 21. Короче, самая мощная здесь это муха-пилот. Вот такая вот страшная штука. Она мне что-то даже понравилась. Несмотря на то, что здесь есть много других интересных крутых кораблей, но вот оса, она такая необычная, прям иная ложка какая-то. Так что выбираем ее. И по характеристикам она нам подходит. Теперь, чтобы нам их построить, мне нужно отозвать несколько кораблей. Ну, то есть, разрушить их. Вот, допустим, вот этот давайте уберем. Ликвидировать. Да, ликвидировать. Это мы с вами ликвидировали робота. А теперь еще ликвидируем вот этот вот кораблик, потому что он уже, ну, почти полудохлый. Он нам не нужен. Вот. Самолетики. Ух ты, слушайте, ну реально на мух похожи, да? Прикольные такие. Берем их. И поехали знаете куда. А летим мы с ними вот на эту базу, которую мы пытаемся все до сих пор забомбить, но никак не получается. Давайте, атакуйте. Посмотрим, как эти мухи бомбят. О-о-о, нифига себе, они лазером бабахают. Жесть. Вот это реальное НЛО нападение какое-то. Мухи, куда вы разлетаетесь? Бомбите. О-о-о-о, как это жестко. Ну все. Все здания побочные мы разрушили, осталось только центральное. Белый флаг. Вызветился белый флаг. Ну, ребята, вы долго-долго не давались нам. Теперь оранжевые присоединились к нам. Правда, мы город разрушили, что не очень хорошо. Э-э-э, придется отстраивать все по-новому. Вот что не очень круто, когда ты воюешь боевой техникой. Смотрите, этот город был религиозный, но мы его захватили при помощи военного дела. И мы можем ему оставить религию, либо переквалифицировать его в военное дело. Конечно же, военное дело. Уопс. Смотрите, стенки разрушились. Нифига себе прикольно. Как все так отстроилось махонько. Ну что, давайте поставим здесь в этом городе жилой комплекс. Восстановим. Поставим развлекательный центр. А также еще один жилой комплекс. Заводов здесь у нас не будет. Поставим вышки. И вышки просто по кругу поставил. Вообще по кругу, по кругу прям. Чтобы до нас никто не достал. Также здесь еще один развлекательный центр. Знаете, это у нас будет чисто город развлекательного центра. Здесь не будет ни одного завода. Это будет в то же время и военный городок, но и развлекательный. Одновременно. Я не знаю, как это сказать, но вот будет развлекательно-военный город у нас здесь. Вот так вот. Все застроил. Все абсолютно застроил. Посмотрим, что мы здесь можем из военной техники поставить. В общем, я здесь делаю самолетики. Ну, вот этих мух. Моих мух. Оранжевые у нас вообще стерлись с лица нашего мира. То есть оранжевых теперь нету. Они не существуют на нашей планете. Может где-нибудь в другой галактике, на другой планете, но не на этой планете. И смотрите, что я здесь вижу. Огромный ходячий миньон. Сейчас я своих мух натравлю на него. Что он будет делать? Миньончик, привет! Давайте бомбанем его. Вау! Быстро! Они просто... Эти мухи просто расщепили этого огромного миньона. Жесть! Так, а здесь у нас синие. Короче, знаете... Вот так вот мы сейчас будем решать все вопросы. Просто ребята налетели и подарили всю боевую технику врагов. А здесь, кстати, городок есть. Давайте попробуем на него напасть. Оооо, слушайте, это капец. Вот серьезно. Против моих мух это какой-то бесполезняк вообще воевать. Это называется добрался до боевой техники. Знаете, всю игру был такой мирный, мирный, добропорядочный, добрался до военной техники и все, и капец. Пошла жара. Смотрите, как там город бушует. Вааа! Сирена звучит, жители там носятся, переживают. Все, сдались, ребятки. Синих мы победили. Ну, по крайней мере, один город мы у них забрали. Синие теперь с нами. Ништячок. Ага, смотрите, тут еще мухи мои наверху летают типа карауля, чтобы синие там не это, не устроили нам засаду. Вы захватили религиозный город. Ага. Еще один религиозный, превращаем его в военное дело. И делаем самолетики. Ага. Самолетики не могу, потому что город надо заново застраивать. Отстроил городок. Моя стая мух восстановилась. Выделяем ее всю. И идем путешествовать дальше. Что у нас здесь происходит? Здесь у нас фиолетовые с желтыми воюют. Фиолетовых я трогать не хочу, потому что они для нас дружелюбные. Так что давайте поможем им разобраться с вот этими желтыми. Вот так вот простенько разобрались с ними. Теперь полетели искать желтых. Где они здесь? Ааа, здесь наши друзья красные завоевывают вышку с ресурсами у желтых. А сами желтые у нас находятся вот здесь вот. Ну тогда вот летим сюда. Оу, это капец. Зря вы желтые против нас войной объявили, конечно. Упс. Первый город желтых подчинен нам. Решили мы здесь как-то напасть на монстра, а он оказывается пускает фаерболы. Вы посмотрите. Сейчас мы попробуем. О, он, видали? Подорвал моего еще одного летающего муха. Летающий мух. О, видали? Смотрите, как он по миньонам фаерболы пускает. Давайте попробуем его добить своими оставшимися летающими. О, это было жестко. Цепангер, ты, конечно, жжешь. 380 хп. Потерял все свои войска на одном цепангере огнедышащем. Так, делаю еще своих боевых мух. Полетели. Сейчас разберемся с этим цепангером. Только где он? Я его потерял, блин. Цепангер, ты куда, в какие кусты спрятался? Ага, нашел его. Вот он где. Бродит. Воу, воу, ты подожди, че так восстанавливаешься-то быстро? Ладно, я беру реванш у цепангера. Сейчас посмотрим, кто кого. Мухи или цепангер. Вот они, мои мухи, летят. И цепангер тоже летит. Ну что, готовы? В атаку! О, сейчас пойдет жара. Бух! Минус 1. Минус 2. Мои мухи мрут, как реальные мухи. 3. Блин, ну давайте бомбанить я же его уже. Капец. 4 корабля минус. Еее, наконец-то! Сколько там моих миньончиков лежит на поляне. Эх, цепангер, цепангер. Ну ладно. А знаете, что у меня еще появилось? У меня появилась новая способность, которая называется Пришествие Месси. Позволяет обратить все города в свою веру. Ну что ж, попробуем эту штуку. Давайте отдалим немножечко камеру. Мух направим вот сюда, к нашим городам. И нажмем вот на эту штуку. Только вау, вы посмотрите, фиолетовых-то больше нету. Желтые захватили их? Блин, вот желтые какие негодяи, а? Ладно, придется использовать Пришествие Месси. Жмем на Месси. Воу, 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 что происходит? Смотрите, все лучи вот эти летят по всем городам. Нифига себе, как мы быстро завершили этот этап. Поздравляем, мир у ваших ног. Готовы отправиться на поиски новых миров? Тогда щелкните на кнопке графика. Щелкните здесь, чтобы запустить программу исследования космоса. Откроется редактор, где вы сможете создать корабль для первого межпланетного полета. В дальнейшем его можно будет усовершенствовать в любом из ваших городов или колоний. Как мы далеко с вами зашли. Вы посмотрите на карту теперь все, все одной религии. Вся планета под моим контролем. Вот это крутотень. Как мы быстро до этого дошли-то, ну что ребята, я вас поздравляю. Этап цивилизации пройден. Нам остался последний этап, это покорение космоса, покорение галактики. Так что в следующем видео мы будем с вами путешествовать по космосу, посещать новые планеты, искать новые виды и возможно будем даже захватывать эти планеты. Ну а сейчас я с вами прощаюсь. Если вам понравилось, то с вас лайк, подписочка, если вы еще не подписаны и обязательно комментарий. А вам я желаю огромной удачи и всем пока-пока.